В Троицком доме ученых открылся новый зал. В нем разместились экспонаты, которые музей физическая концкамера приобрел совсем недавно. А еще в учреждении появился интерактивный информат. Здесь можно ознакомиться с историей создания Измирана, Тринити, Фиана и других институтов города, посмотреть архивные фото и почитать, какими разработками занимаются научные организации в настоящее время. На открытие экспозиции побывала наша съемочная группа. В музее физической концкамеры Троицкого дома ученых появились новые экспонаты. Их создали в Новосибирске специально для того, чтобы наглядно демонстрировать законы физики. Приборы разместили в недавно отремонтированном зале на втором этаже. Этот зал будет, скорее всего, по нашим институтам именно явлениям, которые не краеведческого направления. А в центре всегда будут в том числе новые экспонаты, которые мы будем покупать. Поэтому мы о них все рассказываем. У нас сегодня экскурсия. Вот люди могут прийти бесплатно послушать про то, что новое мы закупили в этом году. Для музея физической концкамеры этот зал третий. Два предыдущих зала школьники, да и взрослые посещаются экскурсиями довольно часто. Новые экспонаты дополняют те, что уже есть. Каждая установка – это наглядное пособие по изучению известных законов физики. То, что новые, они, естественно, то, что мы не могли здесь выполнить своими руками. Это, прежде всего, показ сил инерции, гравитационной гонки. Это у нас водоворот, по сути, свои, потому что создать такой мощный водоворот своими силами достаточно сложно. У нас продолжается такая замечательная тема, как свет и цвет, которая позволяет узнать о том, что основных цветов у нас все-таки три, а не все шесть или семь, которые содержатся в радуге. Ну и много других чудес, которые связаны с силами гравитации. Прозрачный цилиндр наполнен водой. На дне – винт. Когда он приходит в движение, появляется водоворот. Мы видим образование воронки. Сила течения увлекает пластиковый шарик на дно. Этот экспонат демонстрирует закон Бернули. Чем больше скорость, тем меньше давление. Скорость вращения воды зависит от близости ее к воронке. Внутри скорость больше, а значит и давление здесь меньше. Следующий экспонат показывает действие центробежной силы. При большой скорости все предметы выталкиваются наружу. Этот эффект многие дети пробовали на себе, катаясь на каруселях. А вот небольшой столик, на котором расположено блюдо с фруктами. Момент – и рядом с виноградом появляется говорящая голова. Смотрится жутковато, но это не фильм ужасов, а очередная демонстрация закона физики. Иллюзия создается с помощью зеркал. Следующий экспонат называется «Осцеллирующий батискав». Он представляет собой цилиндр, наполненный водой. В основании вмонтирован воздушный насос. В воде перевернутый стакан с поршнем, очень похожий на деревенский рукомойник. Прибор придумал житель Троицка Сергей Солнцев. Вот этот вот экспонат родился вот откуда. Собственно, однажды мне просто пришла мысль, как это сделать, перевернув обычный рукомойник. Когда вы нажимаете на гвоздик, понимаете, да, у вас идет, так сказать, соответственно, под силу гравитации вода, понимаете, да. Так вот, если вы рукомойник переворачиваете и вместо силы тяжести используете силу Архимеда, как здесь, то у вас получается вечно осцеллирующий объект, который не может не всплыть и не может утонуть, понимаете. Желающих познакомиться с необычными экспонатами оказалось немало. И дети, и взрослые с удовольствием делились впечатлениями. Вот очень понравились эти новые экспонаты. Особенно с круговоротом. Так что от силы воды шарик опускается на глубину. Мне понравилась вот эта штуковина, которая колесо крутишь, поворачиваешь его, что встаешь на штуковину, которую надо вставать, и с помощью руля крутишь, и это приспособление, оно крутится, кружится, как карусель. У нас в этом музее, что тут важные, интересные вещи, тут можно попробовать иллюзию. Мне больше всего понравилась эта штука, на которой можно крутить диски. С детьми зашли, в общем-то мы узнали, что здесь будет какое-то открытие. Вот впечатление у меня очень положительное. Наута освежил в памяти некоторые школьные знания. Вот и профессиональные знания. В общем, как-то все очень интересно. Рядом с новыми экспонатами установлена витрина с подарками дома ученых от троицких НИИ. В числе презентов, к примеру, кирпич, середина которого расплавлена лазерным лучом. Еще одно свежее приобретение дома ученых – интерактивный инфомат. Можно ознакомиться с историей создания Измирана, Фиана и ФВД и других НИИ города. Посмотреть архивные фото и узнать, какими разработками занимаются научные институты в наше время. Наталья Май, Вадим Орлов, телекомпания «Тротек». А наш выпуск на этом завершен. Новости Троицка смотрите на странице телеканала «Тротек» ВКонтакте и в приложении 24ТВ. С вами была Анна Малкова. Всего доброго. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова